Приветствую вас, а я хотел бы вообще для начала разомнаться вообще, что происходит. Вы пишете, что поступило выгодное предложение и уехала работа в другую страну. Ну, здесь в принципе все логично, да? То есть если вам поступило предложение, вы уезжаете работать в другую страну, вы там работаете. Если вы хотите работать, конечно, если вам это, условно говоря, если вам это несет счастье, если вы как-то вот, значит, ну, чувствуете, что вас это развивает, да, и так далее, то все в общем и целом, все в общем и целом в порядке здесь. Но, ведь проблема, она, я так понимаю, совсем не в этом, да, проблема она на самом деле немножко в другом. Проблема в том, что ваш парень, как вы говорите, был против, он был против того, чтобы вы уезжали. Но, как это относится к вам? То есть как это относится к тому, что ваш парень был против вашей поездки сюда? Ну, он был против, безусловно. Вот, скорее всего, против он и остается, скорее всего. Ну, я еще раз, еще раз говорю, как это относится к вам конкретно. На мой взгляд, если мужчина резко негативно настроен к тому, что его любимый человек, ну, по идее, любимый, да, пытается что-то сделать для, допустим, себя, да, ну, то есть пытается что-то сделать для своего развития, то, как минимум, этот человек не думает о нем. То есть ваш мужчина, ваш парень, он о вас, вот, к сожалению, не думает как раз. Он думает не о вас, а он думает о себе, видимо, видимо, он думает о себе, видимо. То есть тут вот варианты могут быть только такие, на мой взгляд. Потому что если человек, если бы человек, условно говоря, о вас заботился бы, если бы человек, условно говоря, о вас беспокоился бы, вот, то он бы, ну, никогда не был бы против прям вот на все сто процентов, да. То есть резко негативно против он бы не был. И вот это, наверное, вам нужно для себя понимать, да, то есть это раскрывает то, как человек относится к вам. Это раскрывает то, что мужчина хочет для вас. Там, да. И, возможно, возможно, еще, это раскрывает то, что человек не совсем, допустим, уверен в себе, да. Возможно, это раскрывает то, что он боится того, что может вас потерять. Он боится того, что вы, там, ну, грубо говоря, не будете его, да. То есть, грубо говоря, вы, ну, просто не захотите возвращаться, там, допустим, и так далее. Но, опять же, момент здесь такой, как все это относится к вам. Вот конкретно, да, как это все относится к вам. Дальше, значит, эм, так, поссорились, пишите вы. Из-за чего вы анонимы? Вот конкретно вы из-за чего поссорились? То есть, вот именно с вашей стороны, что вызвало ссору, ведь ссоры бы не было, если бы, если бы вы не поссорили сами. Что с вашей стороны вызвало ссору? Давайте вот этот момент мы с вами постараемся разобрать. Сначала. Этого, то есть, если вы поссорились, значит, с вашей стороны точно-тоже была, получается, какая-то, ну, неудовлетворенность, да, какой-то негатив. Откуда он, этот самый негатив взялся? На мой взгляд, вам необходимо, для себя, этот момент разобрать и рассмотреть, вот. Потому что, это, ну, наверное, принципиальная, принципиальная история и принципиальный, ну, принципиальный момент, вот. Именно в силу того, что вы сами, да, вот вы, вы сами, ну, участвовали в, ну, скандалах, вот. То есть, это нужно поиследовать. Далее, вы пишите, что, значит, тихо общались. То есть, вы пишите, что это было, вот, ну, такое, тихое общение. Что это значит? Что значит тихое общение? Вы помирились? Если да, то какие были решения, э-э, вами приняты? То есть, условно говоря, э-э, что, э-э, обозначило, э-э, ну, как бы, э-э-э, окончить, э-э, значит, ээ, Ссору. Понимаете, какая штука? Вот. Дальше. Значит, ну. Такая вот история. Дальше идем. Следующий момент. Вы пишете, значит, последние дни я не брала трубку, уехала в Сиборьба 110 дней, боюсь звонить. Опять же, я не очень понял аноним, что это значит. То есть, куда вы уехали. Если вы уже уехали, я так понял. То есть, вот этот аспект, он как мне кажется, довольно, ну, важный. Вот. То есть, вы, получается, уехали один раз, потом вы уехали еще раз. Так, что ли? или как-то по-другому все происходило. То есть, вы поясните, потому что, ну, непонятно. Непонятно, что вы имеете в виду. как бы. Вот. По какой причине вы не брали трубку? Вот. А чего вы боитесь, допустим, ну, вот, звонить, да? То есть, чего вы боитесь, ну, через, через банки, то есть, почему так страшно для вас, ему, 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 ему позвонить, да? Ну, вследствие чего для вас, это, так страшно. Что конкретно вы боитесь для себя? Что конкретно угрожает вам в этом случае? Ну, в случае, если вы ему позвоните. Вы боитесь ссоры? Или вы боитесь чего-то еще? Вот. Какие у вас планы? Ну, в будущем. Какие у вас планы относительно своего, значит, мужчины, да? То есть, вы что-нибудь, ну, планируете там, допустим, или нет, да? То есть, вот это тоже, на мой взгляд, очень важный момент. То есть, если вы чего-то, например, ну, если вы планируете что-то с мужчиной, да? Со своим, то, в таком случае, ну, отношения, нужно действительно налаживать, вот. Если вы не планируете ничего с мужчиной, то, опять же, не совсем понятно, чего вы боитесь в таком случае, и почему вы боитесь, да? То есть, вы говорите, что боитесь выходить на контакт, вот. То есть, что стоит за страхом, мы не знаем. Вот. Ну, вот, соответственно, такая история. То есть, вы обратите внимание, да? Вы не задаете вопрос. Вопроса вашего нет здесь. то есть, такое ощущение, что вы, вот, ну, просто, перед, ну, вот, перед фактом, а, поставили, да, нас, как бы, и, и все. Вот. На мой взгляд, это, позиция, м, такая, достаточно, м, инфантильная, что есть, такое ощущение, да, что вы, реальную проблему решать, ну, не готовы реальную проблему решать. Ой. Вот. А, я вас не обвиняю, ни в коем случае, я просто хочу, эээ, сказать, что исходя из вашего текста, из вашего текста, эээ, не ясно, в какой помощи вы хотите, от психолога. То есть, если проработать, эээ, допустим, свои страхи, если вы хотите проработать свои страхи, это одно, в этом мы вам, эээ, вы не подумаете, мы, конечно же, можем помочь. Если вы хотите гармонизировать отношения с твоим мужчиной, это другое, в этом тоже можем помочь. Если вы хотите, допустим, ну, скажем так, быть больше, ну, более уверенной в том, что вы делаете, да, то есть, к примеру, ну, если вы, допустим, если вы, допустим, сомневаетесь в своих решениях, да, вот, ну, в том, что вы делаете, если вы сомневаетесь в том, вот, как вы поступаете, ну, что, то, как вы поступаете, да, правильно, что в этом мы вам тоже можем помочь, но необходим запрос, необходим запрос со стороны именно вас, чтобы мы, как бы, поняли, что является для вас проблемой, вот, избавиться от страха, это тоже можно, это тоже, это тоже можно, это тоже можно всё сделать, но необходимо, чтобы вы это вот сами, чтобы вы сами сказали, что вам нужно. Пока что я вижу, что вы, ну, не желаете как-то, вот, знаете, нести ответственность за себя, да, за свои, ну, за свой выбор, за свои действия, за свои поступки. Вот. Пока что я вижу, что вам, возможно, там, требуется условное, да, условное, условное одобрение со стороны, ну, стороны других людей. Вот. Это может свидетельствовать о вашей неуверенности в себе, опять же. Вот. Понимаете, какая штука, какая штука. Вот. То есть, и вот эти все вещи, да, вот эти все вещи, вот это всё нужно корректировать, вот это всё нужно, ну, рекорректировать, исправлять это всё, это всё нужно, да. Вот. Вот. Если вы, ну, на самом деле хотите ситуацию исправить. Вот. Потому что молодого человека вам, как бы, переделать, ну, скорее всего, скорее всего, не получится. Да, учиться. Вот. То есть, скорее всего, молодой человек, он останется при своей позиции, вот, и он, как бы, ну, имеет право на это. Он имеет право на свою противопозицию, и ваше, вот то, что делаете вы, ваша деятельность, не может зависеть от его. То есть, он либо принимает ваши решения, либо нет. Либо он говорит, эм, что конкретно для него, да, то есть, почему он конкретно против. Вот. Я думаю, что вам стоит позвонить, предварительно, чётко обозначив и определив свою точку зрения на всё на это, вот. И выразить ему эту вот самую точку зрения, чтобы он увидел, как обстоят дела. А страшного может быть только в том случае, если вы не уверены в себе, если вы, ну, сомневаетесь в чём-то, да. И в этом, только в этом случае вы будете чувствовать страх, потому что, эээ, иногда в основе страха лежат сомнения. Ну, иногда. Иногда в основе страха лежат сомнения. Такое, эээ, получается, достаточно. Сейчас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.